Приставы прибыли к объекту на высоком берегу Ра на утром. Должнику объяснили причину визита. По долгам, общая сумма которых порядка 80 миллионов рублей, вынесены решения судов и возбуждены исполнительные производства. Здесь же спасатели готовы при необходимости обеспечить доступ в закрытые помещения. За забором целый комплекс. В жилом доме, где в одной из квартир проживает Сергей Антипин, описали семь объектов. Их общая предварительная стоимость порядка 20 миллионов рублей. Точную сумму даст независимая оценка. Кроме того, арестовано движимое имущество, мебель, а также бытовая техника примерно на 100 тысяч рублей. Сам должник считает появление у него дома избыточной мерой. Вам известно о том, что какие действия мы должны совершать и то, что они полностью законны. Вас неоднократно уведомляли. У вас имущество, которое вы уже арестовали, которое вы уже были и на белорусском, где только вы не были. И еще ни одно имущество с 2010 года вы не выставили на торги. А как вы думаете, почему мы пришли сегодня здесь и пытаемся обеспечить доступ? Вы не предоставляете доступ в те помещения, которые арестованы. Трестовы также заявляют, что некоторые объекты не зарегистрированы должным образом. Кроме того, одной из арестованных квартир должник пытался распорядиться самостоятельно, но что не имел права. Возбуждено уголовное дело по статье 312 Уголовного кодекса. Распорта имущества выражается в чем? То, что должник при аресте имущества предупреждается об ответственности, что любая растрата, отчуждение, передача в любых формах имущества рассматривается как преступление по статье 312. В данном случае должник что совершил? Было мировое соглашение, согласно которому данное имущество было передано третьему лицу. При этом в суде должник не указал о том, что это имущество находится под арестом. Добровольно по вызову пристава дознавателя гражданин не явился, поэтому его доставили принудительно. После минутных переговоров должник подчинился. В ближайшее время дело передадут в суд. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.